Блин, девочки, ну как вы не понимаете, ну мне же надо спасти Диму, и вам тоже надо, но он же ваш друг, но мы не оставим друга в беде, правильно, правильно? Почему вы не хотите сейчас идти и спасти Диму? Да потому что, мало ли, может быть, его уже там нет, Ань, ты не понимаешь? Нужно пойти и проверить, всё равно дверь у нас есть, как она открывается, так она и закрывается, мы можем как выйти, так и зайти, что непонятного? Идёмте спасать его, или я одна пойду, понятно? А ты не боишься, что с нами может что-то случиться? Я не боюсь, нет, нужно его спасти, он наш друг. Мало ли, может быть, он уже давно-давно ушёл от этой заброшки, он понял, что всё-таки стоит заходить туда, нельзя? Ну-ка, он не в случае достава, мы не можем до него дозвониться, с ним что-то случилось, сто процентов, нужно пойти сейчас и его... Он мог телефон потерять, он мог сим-карту достать, чтобы ему никто не звонил, он не мешал, он мог взять всё, что угодно. Может, у него телефон разрядился, а ты хочешь пойти туда, чтобы с тобой непонятно, чтобы с тобой что-то непонятное там случилось, да? Девочки, если вы не хотите пойти к Диме, я пойду сама. Да блин, ты понимаешь, это полный бред, ему пришелся какой-то сон, он пришёл в эту заброшку, понял, что это просто сон и ушёл. Аня, ну ты же всё равно не расхлёшь туда пойти одной. Да? Хорошо. Всего хорошего. Сунутый баран. Идём. Идём. Останови. Аня, если идём, то идём всё вместе, чтобы быть в компании, не дай бог, кто-то где-то потеряется, стой на месте. Просто реально, мы только этот, помочь Диме, помочь Диме. Мало ли, может быть, его уже там нет, и мы уже ему ничем не поможем. Я так говорю, как будто его, как будто в живых нет. Тони сюда, через дверь заходим. Подымайся теперь. Можно я тогда обойду? Обходи, только будь аккуратней. Дима, не было видно? Закрываем дверь. Стой, дай, сейчас закрой дверь. Сейчас мы просто... Всё, девочки, я уже не могу. Давайте мы просто пойдём и... Мы никуда, ты пойдём искать, ты понимаешь? Тут падают всякие вещи. Сразу прийти в голову, и всё, и ты больше не встанешь. Мы будем аккуратно смотреть. Что аккуратно смотреть? Вот так вот просто... Просто идти тоже в неизвестность... В этом тоже... Смотри, кстати. Просто идти в неизвестность, это тоже полный бред. Мы даже не знаем, где, что, что творится, и так далее... Чуть в тебя не прилетело. Это было что, прям в тебя? Ребят, смотрите. Тут никого нету. А ну дай. Я засниму. Ребят, смотрите. Здесь никого нету, но тут прям прилетело в лицо, чуть ли. Дарине не прилетело. Это ещё прекрасно идти в неизвестность, куда меня требуют, чтобы не убили. Подождите, хорошо. Если мы уже сюда пришли, и ты хочешь, чтобы мы нашли Диму, тогда мы должны придумать целый план по его поискам. Целый план по его поискам. Будем тут стоять возле выхода, чтобы в любой момент мы могли выбежать. Не дай Бог, если сейчас ещё раз что-то подобное случится, мы не будем за Диму, мы просто выходим и уходим. Если хотите, вы можете сами учили. Аня, блин! Ну что, он здесь не ждёт одна? Офигеть! Он мог уже учил, может быть понял, что это просто сон, и ушёл отсюда. Ну нет! Прикиньте, если сейчас там кто-то стоял. Я просто говорю, это реально стрёмно. Просто я говорю, это реально стрёмно. Да, чтоб стопутать, не дай Бог, что случилось, а потом мы что твоей маме скажем? А она просто дура, пошла в заброшку, мы её там оставили, и ей кирпич на голову упал. У Димы спроси. Я говорю, мало ли, может быть он уже давным-давно ушёл. А мы здесь ходим, непонятно что ищем. И непонятно кого ищем. А сейчас... А сейчас могли спокойно нежиться в кроватке. И тоже, мы могли сейчас только что ушти. Нет, давайте искать Диму. Непонятно где он, что он. Пипец. Я как рада, что на голове здесь ничего не прольду, я не прилетела. Не знаю, что делать, девочки. Как мне, лучше уже просто свалить домой сейчас. Да, я тоже думаю, что просто там может быть илит. Давайте сейчас просто по низу пройдёмся. Попробуем найти Диму. Если мы Диму не находим... Аня, я предлагаю так. Давайте сейчас, мы просто вот так вот все спустимся. Мы проверим всякую. Есть вдруг мы никого, ничего. То мы просто уходим. И Диму искать мы не будем. Идём ко мне. Да. Потому что просто искать Диму, когда его здесь нет, и это... Вот, и ты сейчас говоришь, что это нормально, да? Вот, в меня чуть ли не прилетела вот эта штука, да? У нас с каждого что-то прилетало, когда... Когда-то, да, это же так классно, офигенно, вот просто... Вот просто прям... Вот сейчас я не хочу идти вниз. Я тоже сейчас не хочу идти вниз. Ребята, честное слово. Я не знаю, как вы бы поступили. Я бы искали своих друзей. Или не искали своих друзей. Честно, мне очень страшно. Потому что я очень боюсь за свою жизнь, за жизнь своих друзей. Просто мало ли, может быть, Диме приснился какой-то сон, да? Ну, допустим... Ну, приснился любой сон. Он такой, о, мне надо отнести умы, да? Если ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Он зашёл за брошку такой, блин, ну, зачем мне это делать? Это же просто какой-то дебильный сон. И ушёл бы. Но нет же, нам надо было прийти сюда, и теперь... А, он не хочет найти зиму, а он, может быть, уже дома сидит, чай пьёт. А сейчас нам плитка на голову упадёт, и всё. И мы сдохнем. Короче, сейчас проверяем эту комнату и уходим. Ах, ты засранец. Что? Что? Иди сама посмотри на своего Димочку. Дима! Идёмте прямо. Ах, он засранец! Ну, засранец! Как её преждевременные выпады не делать? Дима! Ты зачем всё это время нас пугал? Ты издеваешься? Ты издеваешься? Да нет! Ты издеваешься? А, я издеваю, да? Я издеваю девочку. Говорила в этих запросах, что тебе спасибо. Зачем? Не надо было меня спасать. Я думала, что... Тихо. Я объясню, подожди. Да, я написал себе конец игры. Аня, Лера, Дарина. И там написал вроде четыре раза. Мне сказал, майонезный король стал написать. Четыре раза конец игры. Не кричите. Ваши имена. И написать один раз я всё. Зачем? Мы втянулись в эту игру. Я вам говорил сюда не идти. Так это ты нас всё время запугил этим майонезом. Я не знал. Я думал, что вы вообще не пришли. Я писал сам. Я никого не запугивал. Блин, ты издеваешься. А зачем ты нас пугал? Пугал. Зачем ты? Бросал всякие вещи. Зачем ты это делал? Мне только что плитка чуть не перелетела в лицо. Зачем ты это делал? Ой, нормально. Я ничего не писал. Ну, точнее я писал, но я никого не пугал. А кто пугал? А я откуда? Ты один был в заброшке. Мы искали тебя. Я откуда знаю. Я никого не пугал. Я честно написал все надписи, но я никого не пугал. Мам, ты нас точно пугал. Я вас не пугал. Я маврыл сразу. Глядывал через стыклу. Мне блин в лицо чуть плитка не прилетела. А я что знаю, кто ей? Сначала я писал там, потом я писал тут. И я написал там. И что это по-твоему? По-вашему это я сделал так, что я перед вами стоял? Ты снимаешь нас? Да. И что это я твое что сделал по-вашему? Вот только что в метре от вас стоял. Девочки, я просто не писать. Это сон был, ну это очень страшно. Я долго не мог с него проснуться. Он мне сказал прийти написать конец игры. Я все и ваши имена. Чтоб с вами просто ничего не случилось. И что делать? Что теперь делать? Уходить отсюда. А ты? Ну с вами сейчас будем что-то решать что делать. Давайте тогда быстрее бежим. Уходим. Уходим. В общем, ребята, вот так вот все чем-то кончилось. Давайте по одному. Давайте быстрее. Да, я слышала. Быстрее давайте упадем. Я здесь вообще на секунду оставаться не хочу. Давайте быстрее. Давайте быстрее. В общем, я выключаю камеру и мать отсюда убегаю. В общем, ребята, всем пока. Потому что это уже перебор идет. Вот, да. В общем, мы живем. Всем пока. Пока. Давай быстрее, 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 быстрее.